Друзья, всем привет! Находим в Страдберик РМП, это первый и четвертый сервер. Приходите на два сервачка, вводите из них промокод, получше и хорошее бонус. Сегодня я расскажу вам про топ-5 самых лучших автомобилей с автосалона среднего класса. Надеюсь, вы уже поставите лайк, потому что будет очень интересная информация. Обновили много машин. Больше года назад я уже выпускал ролик про топ-5 средних машин, то есть со среднего автосалона. Было очень интересно, кто не видел, посмотрите. Много машин поменялось за год, ну реально много чего добавилось. Смотрите, сколько много тачек появилось на новых, ну давайте сейчас о них расскажу. Итак, на пятом месте у нас находится самая крутая машина. Кстати, поставлю сейчас на паузу видосик и напишите, как вы думаете, что будет на пятом месте. Потому что это машина BMW и она стоит не очень-таки и дорого. Эту машину может себе позволить реально какой-нибудь новичок, который там по квестам на пути бомжа может заработать себе. 490 тысяч стоит данный автомобиль. И в принципе, что-то новое поставить на пятое место очень сложно. Давайте сейчас замерим 0100, так сказать. Так, раз, два, три. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну короче, за 5 секунд там, грубо говоря, ну конечно же не идеальные числа будут. Но она разгоняется и видим, что хорошо ездит, вполне себе. То есть машину можно брать и она такая прикольная. У неё есть тюнинги крутые. И у неё такая особенность, что задние фонари просвечиваются. Там какой-то бак у неё был вроде пофиксан, но всё равно нет, не пофиксали. Видите, какие-то сраные фонари у неё. Но вот 180 на Е и за эти деньги это реально хороший вариант. Но лучше что-то найти будет сложно, как по мне. Есть ещё Е34, там её обновили немножко. Также давайте посмотрим. Наверное, поставим их на также пятое место. Я пока не знаю. Давай сейчас посмотрим, что я решу прям в видосе. Вот у нас есть BMW E34, я, наверное, возьму её в чёрном цвете. Она смотрится больше всего, там куча реально тюнинга, какие-то альпины обвесы и так далее. Спойлеры, спойлеры, наверное, вряд ли будут. Но, в общем-то, давайте проверим. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, там, грубо говоря, опять шесть секунд. Но это, опять же, уже четыре места. Не два места, как и... Ну, одно место, здесь уже три места дополнительных. Очень круто. И уже тоже неплохо едет. То есть, у нас была максималка 180, здесь также 180. Но эта машина, даже не знаю, сколько она стоит. Она уже стоит немножко дороже. Я вам рекомендую взять её, потому что здесь также есть огромный тюнинг. И мне кажется, что... Ну, смотря, что вам нравится. То есть, если вы там один катаетесь, то можете взять себе вот эту E30. Она прикольно выглядит. Но если вы там с друзьями, то советую взять вот эту E34. У АРУ номер, прикол. В общем-то, да, берите её. И я взял себе E34. Она мне больше нравится, чем E30. Поэтому, да, давайте сейчас перейдём к четвёртому месту. Это, как обычно, наш любимый Lancer Evolution. MMC Lancer Evo. Вот он в красном цвете, идеально смотрится. Прям я красный выбрал. 620 тысяч уже стоит. Ну, и здесь также есть куча всякого джинга. Это вроде как самая моя первая машина на всём родмире. Я на неё заработал там очень быстро. Даже не доначал. Реально первый там работал на машинистах. Как помню сейчас. Ну, давайте рёт. Раз, два, три. Или это не первая машина? Ну, ладно. Это, в общем-то, да, первая, которая у меня в памяти осталась. Ну, и здесь я даже замерять не буду дальше. Тут всё понятно. Как бы машина реально крутая. Свои бабки очень круто. Но максималка. В общем-то, давай сейчас чекаем, что по максималке. 190, 200. Ну, да, 200 уже максималка. Как видим, чуть-чуть доплачиваем. Плюс 20 км в час. Это как будто вы стоишь по остальному. Ну, стоишь там плюс 30 вроде. Да, плюс 30, короче, там стоишь. Ну, тоже очень хороший вариант. На четвёртом месте у нас лансер стоит. Ну, и дальше тоже очень интересная тачка. Дальше у нас идёт третье место. Это две будут машины на этом месте. Потому что здесь, ну, очень сложно выбрать что-либо. У нас обновили Mercedes E55. И здесь было бы очень сложно что-то поставить. Я не знаю, что поставить сюда. Но это реально прям идеально вписались бы сюда эти тачки. Короче, это Mercedes E55. Очень классная машина. Её обновили. Тут, видите, дисочки какие прикольные. Салончик там, короче, обновили. Ну, давайте, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, 6 секунд, грубо говоря, 5. Также я сейчас чисто по своим ощущениям буду оценивать никакого там монтажника, каких замеров. Ну, потому что средняя машина здесь замерять какие-то секунды, миллисекунды, это бредово, мне кажется. Ну, и здесь максималка уже идёт 220. А, даже больше 225. Да, максималка 230. Нифига себе. Но по городу очень сложно разогнаться больше 230. Ну, естественно, там погонят больше. Но это, скорее всего, больше на трассах. Короче, данная машина очень круто едет. И стоит она, на минуточку, 750, 780 тысяч рублей 2003 года. Прям как я родился в этом году. И здесь, ну, реально очень круто выглядит. К сожалению, тюнинга какого-то на него вряд ли будет. Но, в общем-то, как видим, машина стоит 780. Ну, и также есть альтернатива. На этом же месте я же не одну машину на третье место поставил. Это Skyline. Nissan Skyline GT или как там там, просто Skyline. Вот она, ребят. Nissan Skyline GTR написано. Ну, и давайте сейчас затестим его в синем цвете. Больше всего идет. 730 тысяч стоит. Также поставил его на третье место. Здесь уже побольше. Тюнинга ему доступно. Видите, можно тисочки. Ну, тисочки здесь больше всего ему смотрятся, мне кажется. Он уже разгоняется чуть меньше. Но выглядит он реально круто. Мне кажется, эти бабки. Ну, неплохо поставить его на это место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять же, шесть секунд. Ну, тут, в принципе, все машины одинаково едут. Замерять это просто в районе погрешности. У кого-то FPS там просеет. Или еще что-то. Хендлинг там упадет. Еще что-то. Короче, здесь она едет. Максималка 215. Вот только что замерил. Но здесь уже можно поставить спойлер. Еще что-то накатить. И, в принципе, в одном ценовом диапазоне стоит. Конечно, разгоняется не так быстро. И всего лишь одно место. Но вылет, ребят, реально круто. И я советую взять тему, ну, кто хочет там покататься. Конечно, она вроде... Она даже дрифтит. Посмотрите, как она управляет. Мне кажется, в управлении она очень хорошо себя ведет. И, ну, если вы там один, без друзей катаетесь, то советую рассмотреть этот вариант. Он очень классный в этом ценовом диапазоне. Но я бы себе взял, реально. Даже пофиг, что там мало мест. Потому что, ну, Е55-й он не такой. Дрифтовый вроде. Это, конечно, и это тоже не дрифтовая. Лол, да. Она, вообще, обцеловался совсем не дрифтовая вроде. Да, не дрифтит абсолютно. Может быть, Хенленка сделает, и она будет дрифтить. Это вроде как ее, Сильвия или как-то Мелегия. Это опять. Ну, там, в Сан-Андреевских, короче, есть такая тачка, которая дрифтовая. Я забыл модельку. Блин, напишите в комментах. Такая дрифтовая, дрифтовая. Прямо на букву Е вроде тоже. Но я забыл, блин. Прямо с головы выскочило. На втором месте я расположил две машины. Это BMW M3 E46 и BMW... Ой, не BMW, а Civic. Honda Civic Type R. Это такие две очень классные машины. Вот M3 E46 едет у нас 230 км в час. А, кстати, Civic и Octavia, ребята. Octavia, это три точные машины будут на втором месте. Они очень классные для своего ценового диапазона. Давайте мы сейчас рассмотрим первую машину. Она у меня уже есть. Это Civic Type R. Вот такой вот у нас Civic. У меня есть такой же, только желтый. Могу сейчас даже показать, сколько у меня едет Civic. Вы будете в шоке. Давай сейчас посмотрим. Вот такой вот, ребят, Civic. У меня на именных номерах. Он очень сильно запоминается вообще на родмире. Его все просто видят. Как только видят, сразу говорят. Ой, это ты. Сразу по машине меня определяют. То, что эта машина очень такая запоминающаяся. Ну, цветастая. Видимо, подписчик хочет сесть ко мне. Давай. Надеюсь, лишний вес не помешает нам. И по салончику, ребятки. По салончику. Эта машинка реально очень классная. За свои деньги. Ну, посмотрите, какой салон просто. Я тот, кто чисто из-за салона взял. Потому что за эти бабки очень круто выглядят. Так. Это у меня машина на последнем стеже. Я на третьем. Это будет, конечно, нечестно. Ну, давайте затестим. Давайте, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять. Пять секунд. Дайте пожить денег. Водил твой ник при регистрации. Кстати, нет. Я сейчас не выдаю ники. Ну, за ники там и так далее. Потому что очень тяжело заходить постоянно. Поэтому я отказался, ребят, от этого. Ссори. Ну, и вот, ребят, машинка едет 275. Уже замерял. Да. Поэтому можете взять себе. На втором месте расположилось три машины. Это просто жесть. Но машина мне-то нравится. Я поэтому себе ее оставил. Очень классный автомобиль. За свои бабки. Почему бы его и не рассмотреть. Кстати, что у меня с камерой? Что с камерой баг, походу, какой-то. На самом деле, в среднем автослоне очень сложно что-то выбрать одно. Потому что тачки реально похожи. И по ценам такого дикого разброса нет. Конечно, самая худшая машина, которую я бы сюда вставил, это CL-63. Вылет, конечно, круто, но не за свои деньги. То есть, за свои деньги его брать тоже не стоит. Дальше-то у нас Golf, который стоил 500 тысяч, стал миллион девятьсот. Кто понял, ребят, тот понял. Пишите в комментарии миллион девятьсот. Я думаю, опять, ребят, плагиат. Ладно. Можете не писать. Можете не напишите. Короче, миллион девятьсот, понятно. Дальше у нас идет... Ну, Civic я показал, собственно говоря. Дальше у нас идет M3, E46. У нас есть M1. Но эта машина точно не стоит своих денег. Это просто, ну, за красоту. Ну, тоже красота. Не сказать бы, что красота какая-то. За свои деньги точно не стоит. Дальше у нас идет такой Octavia, короче. Ну, здесь я даже не такой цвет. Мы ей выбрать желтый. Ну, давайте желтый, да. Желтый какой-то гоночный, знаете. Ей больше всего идет, мне кажется. Так, ну и по салону там даже показывать нечего. Давайте посмотрим, сколько она едет, ребят. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть секунд. Ну, здесь, опять же, замерять глупо. Давайте посмотрим максималочку. Максималка у них у всех практически одинаковая. У Octavia 230. У Civic 236. Ну, мы видели со стейджем. Ей 275. Офигенно, да? Просто. Так, здесь она ей 225. Вики 227. Ну, короче, очень сложно разогнаться уже дальше. Но 230 она едет. И, мне кажется, тачка очень красивая в этом плане. Я бы ее тоже взял. Так как в жизни в игре очень прикольно выглядит. Особенно такой рестайлинг. Короче, это реально очень крутая машина. Все Octavia мне нравятся. Прям, ну, реально круто выполнены. Это, наверное, единственная тачка в жизни Octavia RS. Мне еще нравится. Просто очень бомбово выглядит. Там особенно гоночный какой-нибудь синий цвет. RS еще тоже прикольная. А, еще старые RS-ки тоже прикольно выглядят. Не старые, но, короче, до вот этого рестайлинга. Это, получается, 11-13 год. Это у нас тоже RS-ка. Но до этого был тоже RS-ка прикольная. Там, короче, фары обрезаются немножко. И будет, ну, очень топово вылить за свои бабки. Кстати, в прошлом топе я ставил X, ой, M5, E60. Но в этом я решил ее не ставить. Потому что машинка, там, ну, вроде как. Да, ее обновляли. Но все равно за свои деньги. Там еще тюнинга на нее дофига. Но, блин, все равно. Мне кажется, она не стоит своих денег. Ну, реально. Смысл какой? Едет, в принципе, так же. Как-то заносить ее в этот топ было бы не очень круто. Опять же, я сюда ставлю цена-качество по машинам. Сколько они едут, как разгоняются. По моим ощущениям, смотрю. Если мне не нравится машина как-то, я ее не вставляю. Таких, кстати, машин было сегодня много. Там и Хачероку всякие. Toyota я тоже рассматривал. Получается, что у нас еще? Subaru E-RX. Тоже говно. Полная Supra. BMW E39. Evolution. А, Evolution устали. Camry 40-ка тоже я ее убрал. Ну, и, в принципе, все. То есть, ну, реально машины какие-то полные лажа стали. Особенно E60. Я просто в шоке, как ее в прошлом топе решил вставить. Но, в общем-то, сегодня ее не будет. Дальше у нас идет BMW M3 E46. Я ее не показывал. Это очень классная машина. У меня есть на 14 серии BMW M3 E36. Но она по хендлингу очень плохая. Я не советую ее брать. За миллион пятьсот. Реально очень печальный автомобиль. Едет, ну, очень плохо. Поворачивается. Очень печально. Ну, мне не нравится. Посмотрите, что у нее с хендлингом бьет. Это для дрифта. Машина создана. Не для гона каких-то. Чисто для дрифта. Все. Выглядит, да, круто, бесспорно. Но, вот, за свои деньги машина неуправляемая. Серьезно. Как-то в поворот заходили очень тяжело. Это чисто дрифт корч, можно сказать. Вот, видите, как ей тяжело поворачивать. 205 едет. 210. Да, 210 максималка за миллион пятьсот. Но, мне кажется, это полный бред. Брать ее я вам не советую. Дальше у нас идет, как я сказал, BMW M3 E36. Я ее ставлю на второе место, как Civic, как и Octavio. Это реально крутая тачка. Советую брать за два миллиона двести тысяч. Да. Она немножко сейчас дороже будет стоить, чем машина, которая будет на первом месте. Это тоже дрифт корч, но она хотя поворачивается более-менее. Посмотрите. Так, у нас сейчас что-то с погодой стало. Поворачивается прикольно и выглядит, мне кажется, даже лучше, чем вот та, которую показывал до этого. Намного, причем, лучше. Вот. Такая вот тачка едет 200. 210. 215. Да, она даже быстрее, чем прошлая. 220. 201. Может, больше. Но в условиях города, Арзамас, вы вряд ли тут разгоните. Тем более, всякие светофоры красные. Поэтому даже у него приборка. Какую? От М5, короче. Да. Новенький автомобиль. Ну, дальше, я думаю, вы уже поняли. Все, что я поставил на первое место. Это, конечно, очень странно. То, что машина дешевле даже. Но эта машина реально стоит свои денег. И она быстрее всех тех, которые я показывал. Вот. И она реально очень резвая. Она разгон и так далее. Я ее вижу очень часто на серию. У меня даже подписчик. Я вам сейчас ставлю момент даже. Прямо сейчас, как я подлетел. Кстати, напишите в комментариях, что это за трек сейчас будет. Какого ютубера есть еще. Канал называется Янг. А дальше напишите, кто это. Ну, давайте, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три. Офигеть. За три секунды. Меньше там трех секунд она разгоналась за сотки. И стоит 2 миллиона 100 тысяч. Мне кажется, эту машину пофиксят. Берите ее пока не поздно. Катайтесь. И если поставить на нее стейдж, это будет просто разнос. Мне кажется, ну, реально лучшая машина. А на первое место ее 100% нужно ставить. Я всем советую ее брать за 2 миллиона 100 тысяч. Если вам там не хватает, советую подкопить. Задойте сейчас как раз таки X2. Реально, донатьте и забирайте эту тачку. Потому что лучше нее в среднем классе ничего нет. Никаких внедорожников. Никаких там спорткаров. Там Honda S2000. Вообще 180 едет. Я просто был в шоке, когда увидел и сразу вычеркнул. Когда увидел, что она мне едет. У нее камера какая-то дерьмовая вот так вот смотрит. И, короче, Audi S3 это лучшая машина. Давайте, ребят, сейчас попробуем повторить тот тикток, который вы только что видели. Да, не повторим, потому что здесь нету этого. Ладно, сейчас попробуем, ребят, сдохнуть. Короче, вот так вот подлететь. Пуф. А, без сознания. Отлично, ребят. По кайфу вообще нам. Ой, ну вот на такой веселой ноте, думаю, можно закончить видосик. Это реально было жестко. Посмотрите. На Audi S3, да? Очень крутая машина. И я был в шоке, когда первый раз сел. И подписчики меня там давали. У них там STG стояли. Кстати, вот X5 еще выглядит. Тоже неплохо, посмотрите, в сером свете. Но это уже вроде как высокий класс. Нужно рассматривать с высокого класса ее вроде. War тоже 0-0. Кстати, 0-0, ребят, если вы номера там покупаете и ставите такие цифры 0-0, это выглядит нереалистично. Поэтому никому не советую. И такие номера не ценят. Если 0-0-1, там 0-0-7, и чем можно. Вот просто 0-0 это не ценится. Вот слово совсем. Поэтому в номера это ставить не нужно. Такой прикол. Опа, ребят, смотрите, какая Е-34. Вот как раз-таки на тюнинге, который я вам показывал. Показывал Альпина, да? Вот он еще такие дисочки поставил. Очень круто выглядит. Особенно в таком цвете он подобрал очень крутой цвет для нее. Просто, ребят, нереально. Посмотрите. Ё-моё. Это очень круто выглядит. За свои бабки сколько она там стоит? 500 чем-то, 1540 вроде, да? Или 530. Машинка очень крутая. И вон там еще BMW M1, смотри, стоит оранжевая. Это, видимо, тупо видосик Гранда. Кто-то посмотрел и скопировал себе такую тачку тупо. Это, походу, сам Гранд стоит. Пацаны, давайте перейдем в Гранду. Привет. Гранд, это ты? Давай сейчас им починим машину. Посмотрим. DL FixCar 1239. Очень круто выглядит, ребятки. Посмотрите. Но, опять же, не за свои деньги. Своих денег она не стоит. И я не советую ее покупать. Она, во-первых, не едет. Я хотел ее вставить в топ. Но не вставил, потому что не едет абсолютно от слова совсем. Сколько она там BMW M1? Я вроде не смотрел. Не, я тестировал. Да, я ее вычеркнул. 3.3 ГК стоит и 230 разгоняется. Это полный бред. То есть, лучше уж купить эту Audi S3, которая разгоняется гораздо мощнее и бодрее, чем даже все тачки с высокого. И стоит 2.1 ГК. 250 максималка. Но это, мне кажется, жестко. Там стоит еще поставить стейч. Ну, также есть еще G30. Вот, ментовская проехала. Только еще обычная. Ментовская. Он там за S3 гонится. Но вряд ли догонит. Просто, ребят, в ролик. Берите, короче, S3. Самая лучшая машина за свои бабки. И не забывайте, что у меня есть бизнес рядом. Вот, видите, ребят, Болька. И бежите вот сюда, в ту сторону, получается, вот я сейчас здесь нахожусь. Нужно прибежать вот сюда. Это вот далеко, кажется. На самом деле, это близко. Цена здесь самая низкая. По всему серваку для подписчиков поставил вход бесплатный, свободный. У меня как раз таки настал голод. Поэтому давайте посмотрим, сколько там вообще народу у моей закусочной. Вот, ребят, такая закусочная. Вот тут уже челик в тонере подъехал. Тоже, мне кажется, желтый. Ну, точнее, черный тонер сделать. Потому что желтый как-то. Пишите в комменты, что лучше, желтый или черный. В общем-то, да. Вот такое, ребят, закусочное. Это, опять же, первый 14 сервер. О, нифига себе. Здорово, пацаны. Вовремя встретил тут. Ну, в общем-то, это первый 14 сервер на закусочное. Моя на первом 14. Приходите. Здесь самые низкие цены на оценке. Ну, и давай сейчас посмотрим, сколько там стоит обед. Вот, ребят, 1300 всего лишь-то. Это самые низкие цены по всему серверу. Опять же, если будет дешевле куда-то, мы сделаем еще дешевле. Ну, и смысл ставить вообще там не эту самую низкую цену. Потому что смысл какой, если по всему серваку малой. Здесь по всему серваку вот такие цены. Мы ставим чуть ниже, чем у всех конкурентов. Хоть там уже даже в батарею. Сколько уже капнуло? Давайте посмотрим. Капнуло уже 201 367. На этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Заканчиваем видосик. Приходите на размер 1-4. Ну, и пишите в комментарии. Ауди S3, так поймут, кто смотрит ролики до конца. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok